Всем привет, дорогие зрители! Сегодня мы пришли на обзор квартиры 3 плюс 1. У меня гость Андрей, он пришел оценить. Заходите! Здравствуйте, у вас есть зритель. Пришел оценщик. Ну, не оценщик. Оценивает квартиру. Мы с Агасей решили немножко транспортировать, скажем, стандартную подачу материалов. И я просто как сторонний наблюдатель, который никак не заинтересован, могу просто высказать свое мнение, а то, что я увидел. Ну, сначала тут, наверное, Агасей покажет. У нас здесь санузел Аллатурко-Азиатский горшок. Можете поменять. Это первый санузел. Он большой. Это 3 квадрата больше, как минимум. Это, конечно, большой плюс. Да, но, конечно, требуется замена. То есть, лично я бы это отнес к неким шероховатостым, скажем, квартирам. Большая прихожая. Я бы, например, поставил здесь большой шкаф, куда можно было и долго, и одежду, какие-нибудь коляски, пылесосы. Место вполне позволяет, 60 сантиметров, стандартный размер, здесь элементарно. Там тоже есть местечко. Здесь можно, да, что-нибудь такое еще построить. Сюда вешалку, что-то поставить. Ну, да, вешалку можно здесь. И здесь. Тут у нас первая спальня. Давайте отмерим. Измеритель я взял. Ну, ага, здесь, наверное, это... Двенадцать-тринадцать как-нибудь. Четырнадцать, наверное, не меньше. Сейчас посмотрим. Я думаю, что двенадцать с половиной или тринадцать. Ну, сколько? Тринадцать. Ну, почти угадали. И маленький балкончик. Минусом я оботнес размер балкона. Он действительно не большой. Это первый балкон. Да, первый. А к плюсам я оботнес, что? Во-первых, здесь тихо. То есть дорога здесь практически не проезжая. Мало машин прыгает. Да, машин мало. Здесь как раз вот такая зона отдыха. В той стороне я покажу с другого балкона. Другой балкон у нас побольше, чем этот. Так как квартира пустая, здесь у нас эхо. Как бы звук. Что там? Покажем отдельную кухню. Да, вот это, конечно, я бы отнес большим плюсом. То есть с точки зрения горковки, хозяйки, никакие не запахи, ничего здесь в комнату не пойдет. Не пойдет. Сюда нужно купить бытовую технику, полностью обставить. Обойдется где-то вам, как минимум, 4500 евро. Или же максимум 8000-10000 евро. Все зависит от товара, который вы купите. Есть бюджетные варианты? Плюсом я бы отнес, что здесь они с доводчиками. Ага. Вот. Кухня достаточно большая. По российским меркам это просто мечта хозяйки. Здесь, наверное, тоже метров там 12. Давайте я отмерю прямо жилую, жилую, не кухню. Полезную. Полезную. Вот этот вот отсюда, от мрамора до него. 9 квадратных метров. Это 9 квадратных без этой штуки. Без этой штуки. Составляющимся здесь будет больше 10. Я вот отсюда отмерил. Да. И вот так, чистое. Плюсом существенным, мне кажется, это натуральный камень. Старые постройки в основном мрамор. Это сейчас начали гранит стоять. Проекту где-то 12-13 лет, как минимум. Это очень точнее. Это очень прочная штука, поэтому, я хочу сказать, она будет достаточно долго служить. И здесь парк очень грамотно сделан терапической плиткой. Легко моются, чистятся, соответственно, будет легко ухоживать. Там масло кодажа еще. Ну да, на самом деле. Интересно, а вытяжка куда идет? Выходит. Вот, я умею. Вытяжка в окно. А, кстати, на этом можно к плюсам отнести. Да, вытяжка здесь выходит на улицу. Я открылся двусторонние. То есть, в этом плане еще он удачный сделан. Вот дырка, видно там, дырка есть. Да, это уличный выход. Сразу выйдем на балкон. Огромный балкон, который можно застеклить. Будет еще дополнительная вам комната. Большая? Еще продолжать туда? Да, да. Плюсом вот, большой плюс. Здесь на тихое место выходит, скажем, балкон. Сторона западная и северная. Во-первых, до соседнего дома достаточно большое расстояние. Где-то есть 40-50 метров? Да, даже больше. Больше. Бассейн, зона беседка, там зона барбекю. Здесь тоже снизу беседка. И в ту сторону участок продолжается. Покажем отсюда. Фасад здания. Ну, фасад с улицы можно. Здесь уже мне с ними мало времени у нас. Балкон минимум метров 15-18, не меньше вообще площадь. Ждали ключей, ключей там не подошли, короче. То есть, если застеклить, будет отличная веранда, почти как дача. С учетом, что вид на зелень здесь отсюда, бассейн. Расстояние до моря максимум 180-210 метров. Вот это отель, там улица Барбаросса, за ней 1-ая береговая линия. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, магазины, рестораны, аптека, кто что хочет. Это у нас гостиная комната. Давайте я чистую отмерю, полезную, как-то. Это тоже, я бы дали, что она отдельная комната. То есть, это чисто такое функциональное помещение для проведения досуга. Здесь можно развести достаточно много мебели, телевизор, какие-нибудь там еще мебели. Тут эхо, мало будет, мускай вахар. 23 квадратных метра, живая. Достаточно хорош, не живая, полезная. Полезная. Ну, живем. Полезная, чистая, чистая. А, еще 2 комнаты у нас остались. Так, и здесь у нас спальня. Ну, это да, типа спальня. Ну, достаточно уютная, небольшая тоже методная интервью. Сейчас. Отмерим. 12. Ну, 12, на высоту толком, конечно. Два целых шестьдесят три, двести шестьдесят три сантиметра. Ну, и 70, скорее всего. Нет. Этого нету там, как. Типсы картона нет. Нет, но я, как сказать, у меня у нас не маленький, и там, конечно, достаточно далеко. То есть, в принципе, достаточно у меня нормальная. Телевизор устанавливается сюда. Ну, да, здесь разрыху хоть садится. Идемте в эту комнату. Это уже хозяйская спальня. И санузел здесь. Посмотрим, сколько квадратных метров. Так, у нас тут три санузла положили. Пятнадцать целых семь. Я хочу добавить здесь в квартире три санузла. Там еще было один санузел? Он приходит где-то... Один. А, два. Давай я его тоже покажу. Я его не показал. Вот большой санузел. Здесь с горшком. Да, санузел очень большой. Вот, наверное, метров пять-шесть. И здесь один. И здесь тоже достаточно большой санузел. Стоит накопительная система бойлеров фирмы Демир Дюкен. А, у нас такие есть, да. Крышка нужно сделать. Здесь метров шесть, не меньше. Угу, здесь тоже большая. Большая, большая, да. Итак. И вот так и молоком. Чистая жилая площадь у этой три плюс один как минимум 115 квадратных метров вместе с балконом. Чистая. Да? Полезная. Полезная. И вот третий балкон. Три балкона, да, было? Да, три балкона. Эта сторона юго-западная. Потому что там юг. Там как раз улица Барбароса. Да, там Барбароса. Вот видите, машина проезжает. Это отель сносят. Там строят люкс-проект, который стоит из двух блоков. Много квартир уже продано. Кого заинтересует, звоните, пишите. Отправлю вам 3D-фотки. То есть здесь окна ничего не смотрят. Здесь достаточно большое расстояние. То есть не давящая вот эта атмосфера нет. И здесь достаточно тихо. С точки зрения, что здесь зеленая такая зона. Айдат здесь 150 лет, дорогие наши зрители. Айдат здесь очень гумантный. Да. Здесь у нас вход в здание. Там ворота. Тут снизу есть пандус. Вниз спускаться не будем, потому что времени нет. И там вход. Паркочные места для велосипедов. Главное, дорогие зрители. Цена этой квартиры, что 28500 евро. Если вас заинтересовал этот выльян, пишите, звоните по номеру плюс 9555, 064, 91, 10. Цены на квартире куда идут? Только туда. В космос. Не знаем, что происходит с архом. Надеюсь, все это устаканится. Так что у кого есть желание что-то выяснить, звоните самому замечательному. Все. Все. Спасибо всем. Пока-пока. Спасибо Андрею за оценку сюда. То, что пришел, поддерживал, показал, сказал своим друзьям. Всем пока-пока. Все. Всего хорошего.